На начальном этапе проектирования любого беспилотника TD-печать применяется практически в 100% случаях. Либо для изготовления элементов фюзеляжа, либо для оснастки, либо для элементов механизации. Причем здесь не так важен габарит беспилотника. Это может быть и маленький дрон, и огромный пассажирский беспилотник. В зависимости от габарита применяют технологию полимерной TD-печати, либо TD-печать металлом, либо гранулятную печать для того, чтобы изготовить крупногабаритную оснастку, например. Применяют фотополимерную печать для мастер-моделей, применяют СЛС, это печать порошком, для получения деталей сложной формы с тонкими стенками, термостойкими, например. Материалов очень много, технологий TD-печати еще больше, и многие из них уже полностью отечественные. Компания, которую я представлю, RedFab, это отечественный производитель 3D-принтеров. Много лет занимаемся производством изделий в этой отрасли. Помимо нас есть компании, которые тоже позиционируются на нашем рынке очень успешно. Это компания 3D-LAM, они производят 3D-принтеры по металлу, используя отечественные лазеры, комплектующие. Это компания 2 Innovations, они производят крупногабаритные гранулятные принтеры. Это компания Stereotec, они производят принтеры с 5-осевой печатью, и печатью непрерывным армирующим волокном. Это компания Hardlight, они производят фотополимерные 3D-принтеры. Вообще в нашей стране сильно больше 60 производителей 3D-принтеров разного назначения, под разные отрасли. Множество производителей отечественных материалов. Например, компания PrintProduct. У нас в Санкт-Петербурге производят качественный пластик для 3D-печати термопласты. Компания FilamentArna в Москве, Rec, Best Filament и множество других. В целом технологический суверенитет в нашей отрасли уже достигнут. Просто мало кто об этом знает. Есть и отечественные шаговики, есть отечественные платы. Мы, например, такие производим для управления 3D-принтерами. Отечественное ПО, различные комплектующие, которые используются в 3D-принтерах. Для некоторых технологий технологический суверенитет уже, по-моему, стопроцентный. Для некоторых передовых технологий, ну, не стопроцентный, но точно больше 50-60% отечественных комплектующих точно используется. Множество производителей оборудования уже в реестре Минпромторга. Еще больше там будет появляться буквально с месяца на месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова